Каждый хочет оставаться в форме и сохранить молодость как можно дольше. Правильное питание и физическая активность помогут, но знаете ли вы, что нужно тренировать лицевые мышцы так же, как вы тренируете свое тело? В противном случае они теряют свою упругость по мере старения. Вы, наверное, подумаете, черт, опять упражнение, я и так уже хожу в спортзал. Но не беспокойтесь, вам не нужен тренажерный зал или специальное снаряжение для этих упражнений. Вы можете выполнить их прямо сейчас, перед своим компьютером. Давайте начнем. Семь самых действенных упражнений, чтобы избавиться от второго подбородка. Во-первых, так же, как и перед любой другой тренировкой, вам нужно размять мышцы. Двигайте нижнюю челюсть вперед и назад, затем из стороны в сторону. Делайте все движения медленно и плавно, рывков. Повторяйте 8-10 раз. Теперь давайте займемся первым упражнением. Совок. Откройте рот и верхней губой накройте нижние зубы. Представьте, что вам нужно набрать воду нижней челюстью. Наклоняйте голову вниз, как будто набирая воду, и закройте рот, поднимая голову. Выполняя это упражнение, убедитесь, что углы ваших губ полностью расслаблены. Повторите 5-7 раз. Разве это непросто? Затем переходите ко второму упражнению – касание носа. Двойной подбородок также связан со слабыми подъязычными мышцами, поэтому вам нужно укрепить их. Расслабьте губы, вытяните язык как можно дальше и попытайтесь достать до носа кончиком языка. Повторите упражнение 5 раз. Если вы хотите сделать щеки более подтянутыми, попробуйте третье упражнение. Поверните голову влево и вытяните нижнюю челюсть вперед, напрягая мышцы шеи. Вы должны почувствовать, что мышцы на левой стороне шеи тянутся. Затем поверните голову направо и сделайте то же самое. Повторите 5 раз с каждой стороны. Мы называем четвертое упражнение «Поцелуйте жирафа». Представьте, что вам нужно поцеловать жирафа. Жирафам тоже нужна любовь. Ну да ладно, просто представьте, что вы собираетесь поцеловать кого-то действительно высокого. Поднимите голову наверх и посмотрите в потолок. Слегка вытяните нижнюю челюсть вперед и сожмите губы, как будто вы собираетесь кого-то поцеловать. Если вы делаете это правильно, вы почувствуете сильное напряжение в шее. Удерживайте это положение в течение 5-8 секунд, затем расслабьте рот. Повторите 5 раз. Для пятого упражнения, которое мы называем сопротивлением, сожмите кулаки и поместите их прямо под подбородком. Затем начните слегка двигать нижнюю челюсть вниз, преодолевая сопротивление кулаков. Увеличьте давление постепенно. Когда вы достигнете максимального сопротивления, удерживайте его в течение 3 секунд. Затем расслабьтесь и повторите упражнение 5-7 раз. Шестое упражнение – надутые щеки. Очень милое. Глубоко вдохните через рот, наполняя его воздухом. Закройте рот и надуйте щеки. Теперь нажмите на щеки ладонями, чтобы почувствовать напряжение в мышцах. Держите такое положение от 3 до 5 секунд, затем выдохните и расслабьтесь. Повторите упражнение 5-6 раз. А вот и последнее и наше любимое упражнение – улыбка. Сожмите зубы, закрыв рот и растяните уголки губ как можно шире. Теперь надавите языком на небо, постепенно увеличивая давление. Если вы чувствуете сильное напряжение в мышцах подбородка, это отличный знак. Держитесь так в течение 5 секунд, а затем расслабьтесь на 3 секунды. Повторите 5-8 раз. Кстати, это упражнение также отлично помогает поднять настроение. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. А если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь, чтобы всегда оставаться с нами.